всем привет сразу как всегда благодарю тех кто поддерживает этот канал и от всей души благодарю всех тех кто пишет комментарии любые хвалебные ругательные равнодушные информационные безинформативные идиотские умные хорошие плохие в общем в общем любые читать интересно и вообще читать люблю почему я об этом заговорил потому что посмотрел на свои ролики записанные до сегодняшнего дня и обнаружил что почти полгода назад я записал ролик о группе совы браун и обещал продолжение к нему точнее прошло пять месяцев но если не врет там там не очень точно определяется до время на примерно пять месяцев это в районе нового года это было сколько прошло но не важно в общем написано пять месяцев будет пять месяцев собой браун и предваряя этот самый собой браун я говорил о книге вечная мерзлота у меня и здесь нет она на даче по моему сейчас и очень ругал эту книгу потому что на первых трех страницах я такое количество тавтология обнаружил что хотел книгу закрыть она толстая такая почти 1000 страниц но потом решил мужественно дочитать это когда я ее очень разругал в ролике о собой браун полгода ремезов автор кстати если что но я открыл бы дочитал до конца получил невероятное удовольствие она очень хорошая всем рекомендую ремезов вечная мерзлота вот такая толстая книжка вот такая просто очень хорошие довольно мрачные местами местами не очень мрачная но очень хорошие очень интересно и хорошо написано несмотря на первые три страницы я не знаю там редактор видимо то ли был не трезв то ли вообще редактора не было то ли он забыл первые три страницы отредактировать ну неважно так вот и обещала про собой браун закончили мы на альбоме rose yena 70 года вот этот вот цена я даже показывают в конце ролика сейчас продолжу вообще британский бюджет такое для тех кто не знает это британский блюз британский блюз штука удивительная совершенно потому что она как бы с одной стороны блюз которому привык белый человек мы с вами блюз гитарный да тут тут там тенвер завтра все вот эти вот дела гитарное соло печалька фу какое слово отвратительно у меня вырвалось даже повторять его не буду ненавижу почему она выскочила это окружение работает человек существует социальное и конечно все влияет вся эта мерзость которая вокруг нас звучит виде вот этих слов она что влияет и в подкорке где-то оседает вся эта гадость печаль это блюзова вот это вот гитарная вот это вот но это как бы блюз формально но это и не совсем блюз потому что если брать британский блюз и сравнивать его там с музыкой отиса раша например то это абсолютно разная музыка вообще разная просто формально там аккордовые прогрессии как бы похоже на вообще вообще про другое играется про другое поется про другое все другое все не так и структура другая и звук другой аранжировки другие все почему британский блюз стал таким каким он стал я не знаю я не знаю мне это непонятно но с другой стороны когда белые музыканты начинают играть также как черные пытаться получается очень коряво смешно нелепо и скучно за небольшими исключениями я могу назвать только гениальную группу the rolling stones у который получается все как надо до сих пор все прямо прямо настоящий блюз какой он должен каким он должен быть в прочтении английских музыкантов естественно со своими добавками да но эти добавки не разрушают ничего все остается ну там я не знаю эрик бёрден где-то вот где-то близко все остальное это совершенно своя отдельная история которая кстати говоря мне очень нравится но я ее не совсем отношу к блюзу она она отдельное русло блюз блюз такая река да такая течет огромная река и от нее такой не приток а отток она как бы это раздвояется здесь такое русское слово раздвояется вот блюзом такой вот течет прямо а маленький это когда я такая ручеек это английский блюз и он очень кайфовый конечно очень кайфовый все эти группы там 70-х 60-х годов и free там это я завтра и собой браун тот же который я обожаю граунд хокс прекрасно все код про савой браун савой браун записали огромное количество пластинок ким симмонс единственный человек который прошел весь путь савой браун от начала до конца основатель группы гитарист иногда певец иногда просто гитарист но олицетворение скажу так был по савой браун он сравнительно недавно скончался покинул материальный мир но присутствует с нами в своих пластинках своей музыки что безмерно радует потому что пока мы слушаем пластинки музыканты этот музыкант жив также как с писателями пока мы читаем его книги автор жив поэтому читайте больше хороших людей вокруг вас станет больше и пушкина достоевский толстой мак твен тогда все и все все будут рядышком сидеть код 70-й год пластинка роу сиена которую критики называют пиковой точкой творчества савой браун это тот случай когда я разделяю мнение критиков хотя очень много разных альбомов записали савой браун это что они записали в последние годы уже в двухтысячные в конце в 90-е даже двухтысячные там немножко другая музыка там тот же самый британский блюз но уже такой абсолютный гитаризм просто гитаризм гитарный гитар гитара гитарович гитаркин такой вот то что любят люди которые слушают тяжелый рок это вперед прямо туда я про эти пластинки расскажу потому что савой браун у меня много я их безумно люблю и в нашей стране они как-то по странному сечению обстоятельств не шибко популярны в силу того что их просто мало кто знает хотя в англии и в америке эта группа была очень популярна что удивительно для английских групп вообще так ну такого рода который играет рок просто блюз скажем так блюз рок русиена здесь британский блюз развернулся под руководством кима симмонса и товарищей уже по полной и интересно то что сюда привнесена ну понятно что привнесена духовая секция мощная плотная это с блюзом все бывает но привнесены еще и струнные струнная группа и получился такой блюз про отвратительное слово прогрессив очень сложный блюз сложный блюз с элементами симфонической музыки даже вот так и даже с построениями такими хотя на первый взгляд кажется как будто ну слушай ну если человек вот не подготовленный как вкусно блюз блюз блюзе вещь такой слушаешь да и там и струнные все и и гармонии достаточно сложные и и аранжировки такие достаточно витиеватые в общем очень такая серьезная интересная музыка но при этом одна из лидирующих блюз рок групп великобритании и всего мира на тот момент времени если говорить о белом блюз роке hard way to go первая песня две с половиной минуты идет по-английски такая печально вдумчивая тревожная но в блюзе все с клавишными с гитарой все так такой рифчик нисходящий тревожный тревожный the same feeling следующая песня очень похожа на первую только такой восходящий немножко риф такой восходящий потом опять нисходящий но тоже все так такое напряжение какой-то какой-то блюзовая тревога хотя странно чего там тревожиться но тем не менее master hair третий номер instrumental где уже врезали ким симмонс врезал по полной гитаризмом и слушаешь такой буги блюз инструментальный гитарный с прекрасным соло жгучий звук гитары очень быстро очень точно играет вообще надо сказать что здесь удивительная точность в аранжировках все вылезано но это не не сбивает не у нее не не утомляет не лишает энергии как-то очень здорово сделано что энергия вся сохранена и понятно что что музыканты играют в живую в студии вот какие куски в живую какие там перезаписано переналожено перри перри за обработанное прочее но очень точно так все просто вычищена так все на местах и вот он ким симмонс здесь поджигает студию своей гитары под вдруг раз и кусочек струнного оркестра какая-то такая европейская средневековая но очень веселая такая не средневековая там скажем такой 9 в 19 век какой-то заказ такая барочная такая штучка довольно довольно длинная по хронометражу ну там не две минуты не три минуты но она прочитывается хорошо потом дальше 1 опять и понеслись с гитарой я имею виду needle and spoon песня который написал написал крис йолден вокалист группы это последний альбом с крисом йолденом йолден изумительный вокалист просто изумительно его можно в один ряд там с полом роджерсом поставить а может быть и на ступеньку выше даже чем роджерс со своим тембром который ни с кем не спутаешь с блюзовой подачей такой и очень-очень так очень так поет так вот и вот в needle and spoon он так и поет вот прямо интересно очень интересно поет очень здорово голос на первый план здесь выведен ну автор песни йолден и он себя здесь показал уже от души во всем во всю и little more wine завершает первую сторону со слайд-гитарой симонса и такая достаточно традиционная вещь ну а на второй стороне тревога уже тревога и грусть накатила i'm crying первая песня второй стороне тоже написал йолден и тоже она такая британский блюз сумеречный сумеречный дождливый но плотный с громом гром гремит ливень хлещет и вот этот самый британский блюз stay while the night is young продолжение первой песни никуда тоска печаль не делась но тоска печаль приятная очень комфортно ее слушать прямо вот образец британского блюза гораздо больше не нравится чем то что играла группа fleetwood mac которая считается прямо какой образец британского блюза на мой взгляд она не образец никакой британского блюза так сложилось что она вот как-то стало ну концерты хорошие она давала да на концертах они конечно были фантастическими исполнителями я не видел ни разу я просто слышал концертные записи там да там все в порядке рядом с лодзеппелин спокойно вставали is that so почти восемь минут инструментал где ким симмонс закашивает под джазмена но все это в блюзе все это на двух аккордах такая раскачка блюзовая идет подача грув такой блюзовый ну и симмонс играет уже в джазовой манере напоминая немножко элвина ли элвин ли тоже у него много очень таких кусков когда он начинает играть около джазовые соло на блюзовой структуре что собственно говоря нормально потому что половина джаза она в блюзе вся сыграна и написано но слушать немножко с одной стороны скучновато после прекрасных песен которые были до того но и приятно с другой стороны потому что хорошая гитарная игра можно сказать что просто не грузит 7 минут 40 секунд хорошего такого блюзового так блюзово джазового транса и последний when i was a young boy это уже уход в какую-то балладу уже даже от блюза немножко мы ушли в сторону что делали многие британские группы например те же free на последних альбомах те же тенге завтра на паре альбомов там завершающих их первый первый период творчества тоже уже практически ушли от блюзовой структуры а такие рок номера красивые мелодии но уже в какой-то hard rock просто заход этот hard rock стал прогрессировать на следующей пластинке которую безумно любят многие любители группы собой brown а я и не очень люблю потому что она слишком уж hard rock ушла стриткона токен и про нее я поговорю в следующий раз про нее и про другие пластинки собой брал надеюсь что это будет не через полгода а немножко раньше но тем не менее продолжим пошел пить пока